Вообще реформаторы в России долго не живут. Очень хлебушка надо. Дефицит товаров не исчез вообще. Если бы он эту партию тогда создал, мы бы сейчас жили в другой стране. Ну-ка, блин, отсюда. Я уже себя без гаджета не мыслю. Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться. Добрый день, уважаемая аудитория. Наша программа «От тебя тина» — совместный проект, который ведет портал «Финверсия» и YouTube-канал «Найди мамонта». Наш сегодняшний гость в эфире Андрей Нечаев, доктор экономических наук, первый министр экономики в новейшей истории России и на сегодня лидер партии, так я понимаю, гражданской инициативы. Все так, добрый день. Дам еще длинный список заслуг перед партией народом. От них наград и прочих титулов и званий, конечно, регалий и прочего там, и слава богу. Но начиналось все, как мы выяснили, вместе с соратниками. Мне в ноябре будут вручать леонтьевскую медаль, вот чем я искренне... Это единственное, видимо, которое не хватало в коллекции. Искренне горжусь. Среди золотых дипломов, лауреатских титулов и званий. Но начиналось так же, как и у нас, и у нашего поколения, так как и у меня тоже. Вот это МГУ, экономический факультет. И успешное его окончание. Правда, я-то учился на зарубежке, а ты учился, как я понимаю, на экономической кибернетике, с которыми я дружил всегда, но и завидовал немножко, потому что они все-таки были выше нас. И как-то, мне казалось, больше знают, используя свои математические методы, больше знают об экономике. Там у нас такие светилы были, и Анчишкин, и Шаталин, и Абалкин были. В общем, тогда это были звезды первой величины. Очень здорово. И многие, кстати, вышли из этого. Вот скажи, пожалуйста, у тебя огромный такой опыт, помимо того, что научная работа, преподавательская, ты защитил кандидатскую, докторскую и так далее. У тебя большой опыт нахождения во власти. Причем там, так сказать, различные этапы ее. Ну, я бы не преувеличивал. Я был во власти ровно полтора года. Значит, никогда до и никогда после я в ней не был. Поэтому опыт такой уникальный, потому что это был слом страны, это было создание рыночной экономики. То есть это был 92-й год? Нет, я пришел в правительство 7 ноября 91-го года. В годовщину. Все плохое в стране случалось 7 ноября, в моем случае, в моем случае 91-го года. Великий октябрь. Это было еще российское правительство, потому что существовал СССР. Но мне было с самого начала ясно, что нужно, конечно, брать под контроль союзные ведомства, потому что российская экономика, она реально управлялась, конечно, союзными ведомствами, и ТЭК, и ВПК. Ну, то есть все, что раньше называлось тяжелой промышленностью. А министерство, которое я был на даче, оно так занималось немножко сельским хозяйством, немножко строительством, местной промышленностью и так далее. Поэтому я Гайдару сразу сказал, что надо брать госплан. Помимо почты, телеграфа... Да, да, вот надо брать госплан. И мы с ним довольно нахально позвонили тогдашнему исполняющему обязанности министра, потому что все правительство советское было в отставке, все были исполняющими обязанностями, просили собрать коллегию. Значит, Гайдар играл роль... Тарана. ...злого следователя, я доброго. Значит, мы их агитировали, что вот мы начинаем рыночные реформы, и их опыт, конечно же, понадобится, хотя опыт был совсем иного рода, и, в общем, он мало пригодился, ну, кроме здания конкретных производств. И потом я нахально заявил этому исполняющему обязанности министра, что прошу выделить мне кабинет. Он на меня посмотрел... На Старой площади или где это было? В Госплане, да, где Госдума теперь сидит. Он на меня так посмотрел с сомнением, и у него явно была мысль, то ли вызвать охрану и выкинуть его к чертовой матери отсюда. Ну, все-таки, значит, кабинет мне какой-то выделили, где много лет никто не сидел, там паутина была на стенах. Это был председатель Госплана? Да. Потому что Министерства экономики, как я помню, тогда еще не было. Нет, это было уже Министерство экономики и прогнозирования. А, вот так его назвали. Ну, в принципе, все его называли Госплан, конечно, традиционно. А вы с Егором были еще по университету знакомы? Вы вместе учились? Нет, он учился на... Он на зарубежке, по-моему. Два года младше меня. В университете я его не знал, потому что он был на кафедре промышленности. Вот, а все-таки кафедром от методов она была так. Он у нас был этим куратором там какое-то время. Вот, я с ним познакомился, когда я потом много лет работал у Анчишкина, и у Иеременко, и у Иеременко Васильевича. И вот в институте, когда создали уже институт Анчишкина, с таким мудреным названием «Экономики и прогнозирование научно-технического прогресса», туда пришел как раз Шаталин, у которого был Егор. И вот там мы с ним познакомились. А, понятно. А потом он меня пригласил, когда Горбачев под него создал институт экономической политики, он меня пригласил, я был его первым замом. И потом вместе с этой командой ты попал уже в Министерство так называемое экономическое развитие. Это уже было такое, это ельцинское время уже было. Это 92-й, 93-й год? Нет. Еще раз. Это был в ноябре 91-го года. Нет, ну это мы уже прошли, да. Когда был сформирован. Нет, тогда после путча августовского фактически в стране была ситуация полного развала, ситуация двоевластия, экономика шла просто к коллапсу. И то, что мы получили на руки, это была абсолютно развалившаяся страна, с дефицитом бюджета в 90% от объема бюджета, с тотальным дефицитом товаров, с полностью разрушенным потребительским рынком, с полностью разрушенной финансовой системой. Ну, то есть вот это были руины. Но после августа, собственно, Ельцин понял, что нужно проводить какие-то радикальные реформы, и он создал тогда несколько групп. Курировал Геннадий Бурбулец, недавно ушедший. И в том числе вот группа под руководством Гайдара. Была вторая под руководством тогдашнего министра экономики Жени Цабурова, тоже, к сожалению, ныне ушедшего. Ну, потому что вообще реформаторы в России долго не живут. Да, и Гайдара нету уже теперь. К сожалению. Вот. И мы разработали программу реформ, которая Ельцину очень понравилась, в том числе своей конкретностью. У нас было просто расписано, какой указ принимается, какой закон, какое постановление правительства, когда, программы на две недели, программы на два месяца, программы на полгода. Дальше мы особенно не заглядывали, потому что были уверены, что мы разгребем вот эти вот руины, и нас выгонят. Ну, вот в моем случае это затянулось почти на полтора года. Почему в свое время Григорий Явлинский не пришел в правительство, хотя его звали? Вот. Он прямо сказал, говорит, ребята, вы сейчас вот все дерьмо разгребете, а потом приду я и буду делать рыночные реформы. Ну, вот так и не сложилось. Ну, вот скажи теперь вот такая вот штука, спустя 30 лет, да, вот допустим, как ты думаешь все-таки, вот многие задаются вопросом, как же так могло произойти, что вот такая громадная, гигантская экономика, она действительно вот просто вот рухнула, как будто это ее и не существовало. Она в ноль пришла к этому, к 91-му году. Что ее погубило, эту экономику? Ну, я вообще сторонник известной фразы Маргарет Тэтчер о том, что социализм советского типа – это искусственная, неэффективная и неженеспособная система. Она долгое время держалась на страхе, на репрессиях, на тотальном контроле коммунистической партии. Когда этот страх немножко убрали, собственно, система начала рушиться. Вообще она должна была рухнуть уже где-то в середине 60-х. Почему Алексей Николаевич Коцыгин, неглупый был человек, понял и попытался начать какие-то реформы. Кстати, примерно время Дэн Сяопина. Когда нам говорят, почему вы не пошли по китайскому пути. Вот в 66-м можно было пойти. В 91-м уже этот путь был закрыт. Могу объяснить, почему, но это отдельная тема. Потом Самотлор. И вот на 10 лет агония продлилась за счет нефти Самотлора. Но когда после вторжения в Афганистан в 86-м году Сауды прекратили сдерживать добычу нефти, наученные американцами, цена на нефть драматически упала. И, собственно, советская экономика, которая держалась полностью на этой нефтяной игле, часто цитирует знаменитую фразу Косыгина, быть председателем Совета Министров, когда он пишет министру топлива, добавь еще немножко нефти на экспорт. Очень хлебушка надо. СССР полностью сидел на нефтяной игле, импортируя в пике 45 миллионов тонн зерна. Вот в результате проведенных нами реформ Россия сейчас стала крупнейшим в Европе экспортером зерна. А СССР импортировал, это при том, что у него был там вернопроизводящий Казахстан, другие республики, импортировал 45 миллионов тонн зерна. Плюс был ряд серьезных ошибок, допущен уже в Горбачевское время, ну, например, закон о кооперативах. В общем, с благими побуждениями принятый, но, к сожалению, да, появились кооперативные кафешки, даже в центре Москвы кооперативные туалеты. Но главное, как использовались кооперативы, они создавались формально при крупном предприятии, часто оборонном даже. Как правило, учредителями его, в зависимости от скромности, были или сам директор, или члены его семьи, там, знакомые соседи, любовницы и так далее. И дальше, пользуясь чрезвычайными льготами, которые были предоставлены кооперативам, и по налогам, и по обналичиванию денег, вся продукция этих заводов реализовывалась формально через этот кооператив, где, собственно, деньги и оседали. И это, конечно, нанесло катастрофический удар по финансовой системе. Второй нокаут она испытала в связи с принятием так называемого закона о социалистическом предприятии, когда фактически сняли контроль над доходами и ввели такую управленческую экзотику, как выбор для директоров. Дальше понятно, что директор только в меру своей креативности, чтобы нравиться трудовому коллективу, раздавал деньги. То есть система, на самом деле, была обречена уже, наверное... Она была обречена в принципе, потому что, я говорю, это была неэффективная система. Но дальше вот целый ряд ошибок уже в ходе перестройки привели к тому, что вот к концу 91-го года была просто ситуация полного экономического коллапса. что, кстати, во многом и определяло ход реформ и их болезненность. То есть либерализация цен, скажем, которая была абсолютно неизбежна. Да. 92-й год. Если вы оптовые цены уже не контролируете, если у вас бюджет не просто пустой, а большая дыра, никаких, соответственно, дотаций вы платить не можете для того, чтобы держать фиксированные цены. А если, образно говоря, себестоимость булки 10 рублей, то, конечно, под угрозой расстрела можно заставлять продавать ее по 8. Но угроза расстрела, слава богу, миновала к тому времени. Вот. И дальше, соответственно, ситуация тотального дефицита или перекочевывания на кооперативный рынок, так называемый колхозный рынок и так далее. Ну, то есть элементы свободного рынка. И о том, что либерализация цен нужна, еще Горбачева говорили. Мне, собственно, вот мой предшественник, Володя Щербаков, на посту министра экономики союзного, правда, он мне рассказывал, что на совещании их ставили перед Горбачевым вопрос, что нужна либерализация цен. Вместо этого пошли по пути их административного повышения. Повысили почти в два раза. Рынок этого не заметил. Просто не заметил. Настолько был накоплен денежный навес, так называемый. То есть вот эти необеспеченные доходы, что дефицит товаров не исчез вообще. Скажи вот тогда вот такую штуку, опять-таки, наблюдая за всеми этими событиями уже 30 лет и имея уже тоже определенный опыт, как ты считаешь, вот какие решения, начиная с 92-го года, были такими судьбоносными с точки зрения их, с точки зрения движения страны вперед, а какие наоборот, такие тормозящими и провальными управленческие решения, какие были вот в течение этого времени? Я уже, собственно, сказал, что ход реформ во многом определялся вот той ситуацией абсолютного развала экономики, которую мы получили на руки. И был второй момент, который тоже сильно усугублял ситуацию. Это полный развал государственной машины. Это да. Вот я уже сказал, что российской экономикой реально рулили союзные ведомства. После того, как СССР распался, у России не было базовых государственных институтов, собственной валюты, границы, таможни, армии, полноценного центрального банка и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому параллельно с собственным созданием основ рыночной экономики приходилось создавать основы государственной машины. Одна из причин, почему был невозможен постепенный китайский путь, в чем нас часто упрекают. Потому что китайский путь базировался на тотальном контроле коммунистической партии и мощной, жесткой государственной машины. Ну, слава богу, тотальный контроль КПСС отменили до нас, а государственная машина развалилась просто. И второе, вот это вот ситуация, когда просто выжидать было уже невозможно. Не либерализовывать цены при всей болезненности этой меры. Вообще, вот проект указа о либерализации цен написан вот этими тремя пальцами. И развивающие его постановления правительства. То есть ты виновник всех бедных. Все претензии сюда. Всех лишений и страданий. Вот. Ну, подписывал, правда, Борис Николаевич, я только проект писал. Но, тем не менее, она была абсолютно неизбежной. Я вот попытался объяснить, почему. Ну, вот это понятно. Нет, это понятно. Начало понятно. Вот в течение 30 лет. Так вот, значит, ну, один пример приведу. Введение НДС. Понятно, что в ситуации высокой инфляции, чтобы как-то насыщать бюджет, нужна ставка на косвенные налоги. Вот дальше можно было там ввести НДС или налог с продаж. Но налог с продаж, его пытался, кстати, Горбачев вводить, он очень плохо администрируется, плохо собирается. Это да. И в итоге он не сработал. Он и до сих пор не сработал. В итоге он абсолютно не сработал. Хотя вот США работает, но он такой тяжелый налог. Ну, вот мы ввели НДС. Да? Там сделали ставку 28%. Еще раз, чтобы как-то нормализовать бюджет. Наверное, можно было сделать 30 или 25. Это все как бы нюансы, а принципиальные решения были заданы самой экономической ситуацией. То есть максимальная либерализация экономики, указ о свободе торговли, который запустил, собственно, восстановление рынка. Да, он, может быть, с эстетической точки зрения имел печальные последствия, когда вот эти вот киоски, которые не были образцами, лучшими образцами архитектуры, на всех углах появились там вот эти вот женщины с челночными сумками, которые торговали на улицах. Но это позволило снять напряжение на рынке. Астрату товарного дефицита, поддержать этих людей, которые стали в современных терминах самозанятыми, и чуть-чуть улучшить, или, если хотите, спасти ситуацию. Поэтому мне кажется, что каких-то вот таких программных ошибок в смысле экономических решений не было. Я говорю, можно придираться к нюансам. Вот почему вы там ввели НДС, или почему, в чем нас упрекали, скажем, наши польские коллеги, имеющие опыт шоковой терапии, значит, что мы не сразу либерализовали, например, цены там на нефть, на газ, а только их административно повысили. Надо было это делать сразу, потому что потом вы столкнетесь с проблемой дефицита в тех сферах, где цены остались регулированы. И это была правда. И потом нам пришлось их либерлировать. Но я сейчас говорю, это все-таки ошибки на уровне нюансов. Вот с моей точки зрения главная ошибка состояла в другом. И тут, при моем величайшем к нему уважении, я должен бросить упрек Борису Николаевичу Ельцину. Значит, во-первых, полностью была провалена пропаганда. Полностью. Она была... Он нам сказал нашей команде, как для него это было отчаянное решение, взять по поде временам мальчишек. Да, там был ты, Улюкаев, там был Гайдар. Нет, Улюкаев был через сто лет. Позже. Улюкаев был просто помощником у Гайдара. Я знаю, да. Нет, ну вот, собственно, ядро были. 35 лет Гайдар, 38 лет мне, 36 Авину, 36 Чубайсу, 39 или 40 там Саши Шухин. Вот, собственно, люди, которые... О чем... Чикагские мальчики. Когда партию хотели тут закрыть некоторое время назад, мне очень помог Котвина Владимир Владимирович Путин, который в знаменитом фильме Оливера Стоуна, значит, он очень ругал 90-е, что вообще странно, потому что он родом сам оттуда, вот, но дальше, значит, сказал фразу, но все-таки мы должны быть благодарны трем молодым людям, которые повели нас вперед, когда никто не знал, куда идти. И Стоун спрашивает, кто же эти трое? Значит, Гайдар, Чубайс и Нечаев. Вот. И после этого, значит... Отстали? Да, администрация как-то, значит, решила партию не закрывать. Вот смотри, там еще была одна тема, проблема, тут мы это уже более-менее разобрали, просто... Сейчас, я просто закончу, закончу мысль, значит, пропаганда, которая была поручена Миша Полторонину, судя по его нынешним мемуарам, он был ярым противником этих реформ, поэтому понятно, как... И второе, Борис Николаевич нам сказал, вы не лезете в пропаганду, и вы не лезете в политику. Вот, занимайтесь экономикой, занимайтесь своими реформами, в политику вы не лезете. И он, с моей точки зрения, совершил огромную ошибку, то, что он не создал тогда сильную... Партию. Про президентскую, да, про правительственную, про реформенную партию. Я понимаю, почему это произошло. Да, это понятно. Он ощущал себя отцом нации, он был действительно всенародно избран, у него была фантастическая популярность, которую он положил на алтарь этих непопулярных реформ, но ему не хотелось ассоциировать себя с какой-то одной политической силой. Если бы он эту партию тогда создал, мы бы сейчас жили в другой стране. Просто в обществе была тогда очень сильная аллергия против любой какой-то провластной партии. После КПСС, конечно, создавать такую партию было очень... Ну, это рискованно. Потому что, это, конечно, потеря рейтингов, потеря репутации, потому что он-то пришел именно как разрушитель всех партий. И действительно отец или вождь как бы там нации... была там Демроссия, которая его поддерживала. Но, тем не менее, я считаю, это ошибкой. Если бы он эту партию создал, то вся будущая конструкция власти выглядела по-другому. Еще раз говорю, мы бы сейчас жили в другой стране. Мы бы тогда не получили несколько раз коммунистическую думу, которая вела, конечно, абсолютно деструктивную социально-экономическую политику, когда печатались популистские законы. В какой-то момент, я не помню, посчитали, что если реализовать все принятые коммунистической думой законы, надо три бюджета. Дальше политически слабое, но это уже не наше, это уже через несколько лет, политически слабое правительство для того, чтобы эти расходы финансировать, начало строить пирамиду ГКО. Как любая пирамида, это тоже рухнуло, похоронив под собой и многие достижения реформ, и главное настроение поддержки. Авторитет уронил Ельцина, конечно, это очень сильно. И, по сути, он после этого уже решил, уже, наверное, тогда уходить, потому что это было уже очень серьезно. Это очень серьезно было. Главное, что в обществе возник тогда вот этот позже реализованный запрос на порядок, стабильность, сильную руку и так далее. Сильную и трезвую руку там всем уже, конечно, было очень тяжело наблюдать. Это вот деградацию, на мой взгляд, разрушение личности. Я просто тоже видел, как это происходило немножко. Вот еще одну тему я хотел все-таки вкратце. Тогда очень сильной проблемой стала, опять-таки в связи с этим развалом, о котором мы говорим, распадом, проблема так называемого федерализма. Вот это, насколько я помню, вот тогда тебе пришлось в том числе заниматься этой темой, вот ведя переговоры с Татарстаном. Тогда ведь именно Ельцин сказал, что берите суверенитета сколько захотите и так далее. А обернулось это тем, что бюджет перестал наполняться в том числе из местных бюджетов таких основных доноров, таких республик? Эта угроза была абсолютно реальна, что вслед за распадом СССР распадется Россия. Да. Потому что многие регионы, прежде всего, конечно, национальные республики, хотя мой будущий друг Эдуард Рогарьевич Россель тоже включился в мейнстрим, объявив в Иральскую республику и Приморская республика, то есть не только национальные, но в первую очередь национальные республики, они всерьез заговорили о независимости. Татарстан просто объявил о независимости. Фактически, да. И я действительно вел эти переговоры, причем вот бывший исполняющий обязанности союзного министра Александра Николаевича Трошина, я его сделал, чтобы аппарат как-то привлечь на свою сторону, я его сделал своим замом. Хотел сделать, он согласился. И тут я ему поручил как раз эти переговоры с Татарстаном. Он тут же сказал, что у него все, он уходит, он не хочет присутствовать при Радвале России. Вот. Но основной смысл всего этого в основном это противодавали конечно республики, имевшие сырьевой экспортный потенциал. Им хотелось самим зарабатывать, делить и потреблять валюту в первую очередь. Потому что рубль тогда еще не был конвертируем. Мы конвертируемость ввели только в июне 92-го года. которая сейчас к сожалению похоже скоро будет отменена. Уже рубль такой условно конвертируемый. Вот. И тогда конечно валюта это была такая вот самоценность. И собственно на чем мне удалось отвадить Татарстан от независимости, что в результате очень тяжелых переговоров я предоставил им право на самостоятельный экспорт 13 если мне память не заменяет миллионов тонн из прогнозируемой добычи в 28 миллионов тонн. При этом сняв их с централизованного снабжения. Ага. Интересно. Там были такие разные аргументы с моей стороны. Ну например вот огромный государственный долг. Мы же его должны обслуживать. Мы же вместе эти деньги проедали. Но если вы теперь независимый партнер обслуживаете тоже. Да. Записываем. Значит это с вас один миллион тонн нефти в счет этого. Хорошо. Но татарская нефть она же тяжелая сернистая. Ее в чистом виде тогда это сейчас в Америке умеют перерабатывать тогда ее не умели перерабатывать. Ее разбавляли легкой тюменской. Что собственно и породило вот этот сорт юрлс так называемый. Я говорю нефть замечательно ваша нефть никому не нужна без тюменской. Будем дальше еще миллион тонн. Будем дальше продолжать разбавлять ну а куда деваться. А иначе не продашь. Еще 3 миллиона тонн. Я говорю хорошо экспортировать вы будете сами отлично а как возить то будете. Мы купим танкеры река моря и по Волге в иранские нефтепорты. Я говорю отлично но Волга то не выходит пока из состава России. Поэтому вы уж извините я вам такую плату за транзит установлю что сколько я говорю ну вот еще 5 миллионов тонн. Ну в общем вот так 15 я с них убрал 13 оставил и вместо предложенного ими межгосударственного договора между недависимыми государствами Российской Федерации и Республикой Татарстан было заключено скромное соглашение между Министерством экономики России и правительством Татарстана. Ты спас российскую государственность просто в итоге потому что Но потом это повторялось Да это потом тиражировалось Не в такой жесткой форме правда потому что там в Татарстане были еще очень сильные националистические настроения И собственно на первые переговоры они ко мне привели этих националистов которые там очень скоро стали что-то выкрикивать вот но дальше я представитель Сайта Министров который кстати вернувшись в Татарстан сказал с этими ребятами можно иметь дело Я сказал так мы или будем пытаться искать решение или слушать вот эти вопли Да Вот После чего он довольно жестко сказал Ну-ка отсюда и националист вывели и дальше мы собственно начали начали делить А вот скажи И дальше для того чтобы все-таки сохранить федерацию значит вот чего нам удалось добиться я считаю мое достижение что мы не пошли по который они предлагали одноканальной системы налогов то есть они все налоги собирают сами и некую там часть платят в союзный центр в федеральный центр это был бы конец конец федерального бюджета конечно потому что налоги разные собираемость разная реакция на экономические ситуации разная поэтому очень важно было изначально разделить разделить налоги и это мне удалось вот но почти с каждым регионом Ельцин подписывает специальный указ который вот устанавливал отношения они не касались налогов слава богу но вот которые устанавливали значит там некие федеративные отношения между центром и регионом но потом довольно быстро ситуация нормализовалась к большому сожалению сейчас вот это с моей точки зрения была величайшая ошибка в рамках бюджетного кодекса принятого еще в начале 90-х вот в рамках так называемой программы Грефа под первый срок Путина когда были продолжены экономические реформы ну уже такая тонкая настройка шла было принято совершенно правильно бюджетное правило что налоги федеральные доходы федерального бюджета должны быть не более 50% консолидированного бюджета ну то есть федеральный бюджет регионов муниципальные бюджеты к сожалению в 2008 году в конце когда начался кредит временно это правило отменили в России нет ничего более постоянного до сих пор не восстановили временное решение и сейчас бюджетный федерализм полностью разрушен сейчас 65 грубо 65% федеральный бюджет 25% региональное и только 10% муниципальное это с моей точки зрения одна из крупнейших стратегических ошибок это губительно понятно что приятно стягивать ресурсы в центр потом их раздавать за политическую лояльность за победу партии власти на выборах вот но с точки зрения экономики и главной социальной сферы еще раз говорю это с моей точки зрения величайшая ошибка потому что мы фактически ликвидировали муниципальный уровень управления где сосредоточена значительная часть здравоохранения образования массовой культуры экологии и так далее а мы их финансово обезводили 10% то есть образно говоря там муниципальные депутаты копейки собирают покрасить лавочки в красный цвет или в голубой могут а поставить лавочку или нет уже нет они должны идти к региональному начальству и просить на это деньги ну за малым малым исключением регионов а сейчас еще и ликвидировали выборность мэров то есть это назначаемый сити менеджер то есть де-факто прямые выборы депутатов муниципальных депутатов ликвидированы в крупных городах то есть давайте называть вещи своими именами муниципальное управление у нас ликвидировано а это основа основ во всем мире ну вот в этой связи скажи это уже часть этой большой темы на мой взгляд но как ты считаешь не несет ли угрозу и нашему обществу и нашей стране нашей экономике все больше и больше о государствлении и экономике и социально-политической жизни федерализма вот эти ведь вещи они во многом держатся всегда на невидимой но очень прочной основе на инициативе на том что мы называем свободы самовыражения там вот не присутствуем ли мы при том что вот сейчас мы фактически реставрируем это много многие говорят об этом это звучит эти тревожные такие сигналы там мы еще мы что находимся в фазе реставрации прежних взаимоотношений между обществом и государством между людьми и государством ну это с моей точки зрения вторая а может быть первая крупнейшая ошибка действующей власти началось это еще где-то лет 15 назад это конечно запредельное государств и экономики даже по официальным данным фаса у нас более 70 процентов ВВП это госкорпорации и госкомпании а я все-таки глубоко убежден что частная инициатива это двигатель прогресса и альтернатива есть социалистическое соревнование так и не стало у нас конкуренция в подавляющем большинстве секторов подавлена какой бы сектор вы ни взяли там ключевую роль играет госкомпания банковский сектор просто катастрофа 9 сейчас уже 9 из 10 крупнейших банков государственных ну или подконтрольное государство в лице центрального банка как там скажем банк открытия который после банкротства перешел под контроль центрального банка или от других банков Рособороны Объединенные Средостроительные Корпорации Объединенные Средостроительные Корпорации Роскосмос значит Газпром РЖД Роснефть РЖД Транснефть абсолютный монополизм Газпром нефть 100% монополизм и так далее и вот это подавление конкуренции оно имеет очень негативные последствия с точки зрения инноваций с точки зрения высокотехнологичного пути развития о чем у нас со всех трибун говорят но инновации указом не внедряются был такой знаменитый советский термин внедрение достижений научно-технического прогресса того не понимали умные коммунистические головы внедрить их невозможно внедрить в ту систему в тот каркас не получается тогда когда предприниматель заинтересован получить сверхприбыль пусть временную занять какую-то дополнительную нишу на рынке создать свою нишу на рынке вот в чем величие Стива Джобса он создал новую нишу на рынке почему Apple стал единорогом новую индустрию он создал новый тип потребления для нас всех сейчас мое пока я уж не говорю поколение ваших милых девушек я уже себя без гаджета не мыслю абсолютно новый тип получения информации работы с информацией и так далее интернет и средства его технического получения если хотите он создал еще раз говорю новую потребительскую нишу он изменил вообще модель потребительского поведения сейчас работа с информацией значительная часть людей это большая часть их жизни и профессиональной и частной я согласен в таком обществе как ваше такие люди не рождаются частная инициатива никакие повторюсь указы законы и прочие постановления правительства инновации не развивают а мы идем именно вот зачем никого не хочу обидеть условные транснефти есть зачем инновации ну и так все отлично она монополист у нее вопрос один как договориться с правильной правительственной комиссией чтобы ей в очередной раз повысили тариф за прокачку точка больше ее ничего в этой жизни не интересует ну объективно и так почти в любой сфере вот слава богу у тебя есть партия ты ее возглавляешь это гражданская инициатива это великолепная кстати была в свое время значит пусть это тавтология но тем не менее великолепная была инициатива создать партию или сначала это начиналось по-моему с комитета гражданских инициатив там Кудринского да нет это такая интересная политическая история они развивались параллельно собственно изначально как раз когда Кудрин ушел из правительства он ко мне пришел и мы с ним затеяли создание партии я придумал название написал устав первый вариант манифеста ну таки программных установок а Алексей Леонидович в это время сходил к Владимиру Владимировичу вот и потом вернулся за стену как говорят и сказал слушай знаешь партию рано давай комитет создадим я говорю Леша комитетов ну как грязи самых разнообразных нет нет ну вот давай все-таки комитет давай ты если ты хочешь отдавай партию один пока я потом присоединюсь только название должно быть не гражданская инициатива давай комитет гражданская инициатива замечательно звучит я говорю Леша алло это мое авторское право это я придумал это ты можешь переименоваться вот но поскольку значит название нам нравилось обоим то ну я выступил одним из учредителей комитета гражданских инициатив ну ладно вот был комитет гражданских инициатив ну сейчас практически прекративший к сожалению свою деятельность и вот партия гражданская инициатива ну конечно я ее создавал в относительно вегетарианские времена сейчас конечно ситуация катастрофически тяжелая создать партию сейчас это архи нет создать партию если она не не абсолютно правовластная невозможно нет я имею ввиду другое что все эти годы нас регулярно не пускают на выборы какими-то абсолютно нелепыми нелепыми предлогами например в Калуге мы собрали там вместо пяти тысяч семь с половиной тысяч идеальных подписей которым не смогла избирательная комиссия местная придраться вот но они придрались к сборщикам потому что у сборщика на каждом листе он пишет все свои данные все паспорт адрес телефон у нас была команда волонтеров из Красногорска и они писали там Московскую область город Красногорск обусловлено улица Ленина однозначно идентифицируется а комиссия сказала нет он должен был написать Московскую область город Красногорск Красногорского района а ничего что у него в паспорте этого нет а вот у нас в базе вот так и все подписи которые они собрали мы поэтому аннулируем ну понятно да это логика вот скажи пожалуйста в этой связи да и партия есть как бы и настроение в обществе уже так сказать мне кажется зреют какие-то критические но тем не менее власть постоянно какие-то выдвигает лозунги постоянно какие-то новые для себя предпринимает шаги вот то что произошло в феврале начало специальной военной операции вот на твой взгляд это попытка каким-то образом отвлечь от проблем ну как правило же бывает что в основном всякие такие военные конфликты возникают там где внутреннюю значит вот противоречия достигли определенного рубежа определенного какого-то такого ну создают угрозу тогда возникает вот такой вот внешний эффект это не только у нас это и в других странах даже в Соединенных Штатах в свое время такое бывало и использовалось и знаменитый этот фильм хвост виляет собакой там и так далее вот вот то что произошло и на твой взгляд какой прогноз твой вот этого развития не с точки зрения ситуации военной там с точки зрения политической даже бог с ней там а вот с точки зрения экономики это даст какой-то эффект мы последние 10 лет в нулях были это встряхнет экономику это действительно выдвинет в какой-то новый в какой-то передний ряд в первый ряд какие-то новые решения это сможет нас каким-то образом преобразить или наоборот мы вот вот твое чутье или наоборот мы как раз еще глубже упадем ну кому интересно я вот ровно в полугодовую годовщину у тебя в соцсетях и в телеграм-канале как раз написал итоги полугода вот этой так называемой спецоперации значит я считаю что это величайшая ошибка я считаю что это безусловно трагедия ну просто гибнут люди самое главное мы я думаю я думаю что конечно наш национальный лидер не ожидал такого развития событий его видимо успокоила такая вялая реакция запада на ситуацию в Грузии в свое время во-вторых видимо его военные сподвижники его убедили что блицкрик удастся Киев будет взят за три дня в результате значит военные действия для отца уже полгода и конца им не видно потому что не видно базы возможной договоренности и и конечно я думаю что он не ожидал такой реакции запада что будут действительно жесткие санкции Россия слава богу за последние три десятилетия стала частью мирового разделения труда частью глобальной экономики со всеми плюсами и минусами этого процесса и с моей точки зрения наиболее болезненными причем стратегически будут конечно технологические санкции я до конца нашей встречи могу приводить примеры у нас последний дальнемагистральный самолет произведен в 2011 году причем еще советской конструкции модифицированной у нас многие типы станков не производятся вообще у нас автопром сейчас упал на 96% потому что он почти исключительно базировался на импортных комплектующих а частично это просто была сборка западных автомобилей как скажем там Калужский кластер автомобильный или Калининград знаменитая система ГЛОНАС кстати обслуживающая Министерство обороны не запустило за последние два года ни одного спутника и сейчас там не хватает до нормы трех спутников поэтому кто ездит по навигатору будьте осторожны хотя господин Рогозин обещал что мы конечно заменим все импортные комплектующие но за два года ни одного и число этих примеров я могу множить и множить еще до украинских событий Минпромторг составил список критически важных для экономики импортных товаров он включал более двух тысяч позиций Минпромторг не 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 Минпромторг аминпромторг две тысячи критически важных позиций и ни через какой параллельный импорт мы их не получим потому что даже те страны которые формально не присоединились к санкциям они ведут себя очень осторожно Китай резко сократил резко скажем оборудование для телекоммуникации на 98% отставки в Китае сократились гаджетов на 40% и так далее понятно что они боятся вторичных санкций и понятно что скажем для того же Китая или для любой другой страны американский или европейский рынок неизмеримо важнее и ценнее чем российский рынок при всей заинтересованности прихода на этот рынок как ты видишь все-таки вот это ближайшие допустим до конца следующего года ближайший год что принесет нашей экономике мы что это будет коллапс это будет то что у нас на последней дискуссии один из наших участников сказал о некоем повторении февраля 2017 года только феврале 2023 года или иначе или какой-то у тебя иной прогноз я думаю что февраля 2017 года не будет потому что параллельно конечно просто нарастают политические репрессии уже несколько тысяч дел по вот так называемым антивоенным дискредитации или военным как хотите статьям вот последний такой яркий пример Женя Ройзман слава богу пока не посадили а только значит поразили в правах но дело-то еще не закончено вот а многие уже а многие уже на нарах видны видны политики ну или в эмиграции вот поэтому пока я думаю что до открытых вот таких протестов дело не не дойдет но то что нас ждет тяжелейшая экономическая ситуация для меня совершенно очевидно последний вот из официальных прогноз центрального банка ну с его традиционными тремя сценариями значит вот один сценарий такой апокалиптический с их точки зрения если еще одновременно будет мировая рецессия то они предсказывают падение ВВП ну и основных макроэкономических и в этом году ну здесь уже да здесь понятно это общее место уже и в 23 и в 24 и начало восстановительного роста в 1% в 25 с низкой базой боюсь что этот пессимистический прогноз является наиболее реалистичным если не будет хуже потому что еще раз говорю вот эти вот технологические санкции они дают эффект постепенно месяц назад авиакомпания Победа известная объявила что из 41 Боинга который она эксплуатирует она оставляет пока 25 остальные разбирает на запчасти значит правительство приняло официальное постановление как вы наверное знаете теперь автомобили можно производить без АВС натяжители ремней безопасности и вообще мэр Собянин обещал что мы начнем снова производить москвич люди моего поколения помнят это чудо автомобильной техники ну вот в следующем поколении уже привыкло немножко к другим автомобилям в общем я твой прогноз понял уже и он звучит примерно так для меня что нашу экономику ждет москвич старый москвич то есть мы сипонечку скатываемся в ту экономику в которой мы будем пользоваться некачественными или недоброкачественными товарами отечественного производства и будем как бы еле-еле так скажем сводить концы с концами я придумал такую грубую формулу но могу произнести ее вслух потому что так назвали одно из моих интервью то есть она уже озвучена неужели задница не то плохо что мы в жопе а то что мы решили в ней обустраиваться беда состоит в том что вот буквально пару дней назад Минпромторг выступил с инициативой полностью оправдав все мои прогнозы я давно уже сказал и написал что скорее всего будет принято решение идти по пути создания а-ля СССР мобилизационной экономики то есть концентрации ресурсов на каком-то сравнительно небольшом числе приоритетных направлений где можно действительно добиться успеха справедливости ради надо сказать что первый спутник был советский первый космонавт был советский но туалетную бумагу в СССР начали производить в 69 году первый завод был построен и то по импорту значит поэтому вот на каких-то приоритетных в первую очередь вероятно будет будет военно-промышленный комплекс направлениях остальные сектора попадут в положение аутсайдеров и будут отставать 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 сначала москвич потом телега и так далее и вот боюсь что этот путь нас ждет они его правда теперь назвали таким креативным термином квазиплановый они будут заниматься импортозамещением на основе квазипланового подхода да это сейчас все популярнее становится вот эти всякие призывы к тому чтобы вернуться к опыту прошлого что там было все не так плохо и так далее там но почему-то развалилось но почему-то да и почему-то туалетную бумагу стали производить в 69-м году риски велики и мы мы сейчас уже вынуждены заканчивать этот наш разговор но я во-первых и тебя приглашаю у нас вот будет в конце сентября инвестиционно-финансовый форум в Пятигорске там прекрасные места вот и нашу конечно аудиторию наших зрителей слушателей нашего ютуб-канала к тому чтобы участвовать в этом инвестиционно-финансовом форуме на котором будет очень много дискуссий вот как раз вот в этой плоскости в том числе и о том что нас ждет и как вот нам все-таки пока как все падает больше есть ли у нас перспективы какие-то там вот мне кажется это будет в любом случае очень важная такая дискуссия поэтому спасибо я с удовольствием если буду на свободе спасибо тебе еще раз что ты будучи на свободе нашел время зайти к нам в нашу студию и порадовать нашу аудиторию смелыми и очень сведущими профессиональными оценками и прогнозами по поводу нашей экономики и в целом будущего нашего общества нашей страны спасибо у нас в эфире был Андрей Нечаев первый министр экономики в новейшей истории России доктор экономических наук лидер партии гражданской инициативы и еще целый огромный список регалий званий титулов которыми он обладает среди которых пока еще нет Леонтьевского но вот он вот-вот уже на подходе 2 ноября обещали спасибо тебе еще раз всего доброго новости аналитика видеопортала финверсия.ру и финверсия.тв в удобном для вас формате в Яндекс.Дзен и на Телеграм на главной странице портала финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала подпишитесь и получайте наши материалы и видео так как вы привыкли